Здарова всем, ребята, Кинтуха на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу секретную информацию про обновление 0.20.0, потому что я знаю очень много всего. Я вам расскажу про обновленный кейс, я вам расскажу про новую карту, про новый гол-пасс, я вам расскажу всё. Поэтому, если вы стоите, лучше присядьте, также прожмите огромнейший лайк, если вы ждёте обновления, чтобы я понимал, сколько вас. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, почему вы ждёте нового обновления и что вы ждёте больше всего. Ну что же, ребята, поехали! У вас всех назревает только один вопрос, кинтопка, мы там прекрасно понимаем, что обновление выйдет только тогда, когда выйдет трейлер. А когда же выйдет трейлер, вы мне спросите, ребята, я вам сейчас всё-всё-всё-всё покажу. Трейлер выйдет после окончания главного турнира от разработчиков под названием Минор. Этот турнир закончится 7 августа, значит, скорее всего, 8 августа может выйти трейлер обновления, потому что, как писали разработчики, трейлер уже почти готов. Ну, и чтобы вы понимали, что это не как обычный какой-то ноунейм турнир, это реально топовый турнир от разработчиков, который набрал миллион сто тысяч просмотров. Просто представьте, насколько же много, и это всего лишь за один день. Поэтому я уверен практически на 100%, что разработчики не выпустят трейлер на момент этого турнира, потому что им просто-напросто это невыгодно. Кстати, да, если меня смотрят на разработчики, я говорю сразу, это не стопроцентная инфа, не надо меня лишать промокодов на ещё один месяц. Всё нормально, всё хорошо. Ну, а прямо сейчас, ребята, мы посмотрим, что же нам говорят сами разработчики Косома этого обновления 0.20. Работу над трейлером они практически закончили, и это просто за 26 июля, то есть уже прошло больше одной недели, и это означает, что трейлер они уже по-любому закончили. Значит, мы ждём окончания этого турнира, и после турнира будет трейлер, ну а потом обновление. Что же мы ещё знаем от разработчиков? То, что они испустили конкурс на тему Греции в Стэндово 2. Что же это означает? Это означает то, что в новом сезоне будет новая карта Греции, это во-первых. Ну, во-вторых, сам новый сезон будет в стиле Греции. И тем более, зная разработчиков, скорее всего, помимо новой карты, ещё будет новый голлпасс, и которым тоже всё будет в стиле Греции. И это будет просто бомбезно, поэтому разработчики, большое вам спасибо. Если вы, ребята, обратите внимание, то у разработчиков каждый голлпасс связан с какой-то темой. Ну, например, тот же голлпасс Зона 9, он абсолютно весь связан с картой Зона 9 и так далее. Поэтому этот голлпасс, скорее всего, будет связан с новой картой Греции, поэтому все брелки, все стикеры и так далее тоже будут в стиле, там, всяких разных мумий, сфинксов и тому подобное. Всё, что хоть как-то связано со стилистикой Греции. Это очень классно, и мы будем, конечно же, это ждать, поэтому, ребята, лайк за это. Ну, а прямо сейчас я немножко похвастаюсь, и я не просто похвастаюсь, я вам дам совет. Вы посмотрите, ребята, у меня лучший ранг мастер, мне не стыдно, а в союзниках у меня лучший ранг элита, обалдеть! А какой лучший ранг у вас? Потому что, ребята, после окончания этого сезона, все ваши ранги обнулятся, и какой ранг у вас есть прямо сейчас максимальный, то он будет у вас на всю жизнь. Поэтому мой вам совет, бегом, ребята, играть в союзнички, поднимать звание и в ММИ, и в союзниках, и везде. Главное, чтобы у вас не выскакили такие же ошибки, как у Кента ПК. Ну, а теперь самое-самое интересное. Многие из вас мне писали, мол, Кентуха, срочно закупай фейбл кейсички, скоро всё-всё-всё удалят. Ребята, давайте с вами немножко про это поговорим. Фейбл кейсичек, могут ли его удалить? Да, в принципе, в теории могут, но вероятно ли то, что его удалят? Нет. Знаете почему? Потому что разработчики один раз в полгода удаляют кейсички, и они буквально недавно удалили райвл кейсичек. Он прямо сейчас стоит 174 голды, он ещё не успел даже подорожать. Поэтому, ребята, я практически уверен, что фейбл кейсичек пока что не удалят. А вот на следующее зимнее обновление, скорее всего, его реально удалят. Также, помимо всего этого, давайте вместе с вами, ребят, поговорим про рейнбл стикер пак. Ну, это же просто капец, как же они всех уже замучили. Их разработчики не обновляли, ну, прям очень-очень долго. Поэтому я вам скажу так, я очень надеюсь, что в этом обновлении, если они не удалят фейбл кейсичек, то хотя бы они удалят рейнбл стикер пак. Поэтому, ребята, мой вам совет, на всякий пожарный закупите. Рано или поздно разработчики, ну, по-любому, ну, прям 100% удалят рейнбл стикер пак. Потому что он уже в игре больше двух лет. Это что за безобразие? Ещё один факт в копилку того, что фейбл кейсичек не удалят. Потому что, ребята, в прошлый раз перед удалением рейнбл, что было? Разработчики проводили акцию там, где получалось 1 плюс 1 равно 3. Проводили ли они сейчас подобную акцию с фейбл кейсичками? Нет. Также многие из вас мне пишут, мол, кентуха, так в прошлом же году обновление вышло 25 июля. Значит, обновление будет прямо очень скоро. Да нет, когда же вы запомните то, что у разработчиков нет графика. Например, прошлое обновление, которое было ровно 1 год назад, оно вышло уже 25 июля. А в этом году обновление ещё не вышло. Понимаете, в чём суть? Ну, а прямо сейчас, ребята, я не просто так зашёл в эту каточку. Знаете, в чём секрет? А секрет в том, что разработчики пообещали добавить нормальный античит в этом обновлении. Ну, как они пообещали? Они, как сказать, ничего не обещали. Но, скорее всего, именно в этом обновлении уже будет античит. Потому что буквально месяца 2 назад они открыли все на сайте вакансию разработчик античита. И, скорее всего, они начали делать нормальный античит, который будет банить всех этих софтеров. И мы сможем, наконец-то, вместе с вами нормально играть в ММС, союзники. Мы не будем видеть игроков, у которых КД 700. Не будем видеть киберспортсменов, которые летают по всей карте. Это же нереально круто. Ну, а теперь самый главный вопрос. Будет ли новый нож? Я вам скажу лично моё мнение. Я думаю, что его не будет, по причине того, что нового кейсичка не будет добавлено в стендов 2. Значит, и нового ножа не будет. А если будет нож, то только за донат. Но, я думаю, вряд ли. Потому что это какой-то бред. Нож только за деньги. Ну, а прямо сейчас максимально инсайдерская информация. Потому что я о ней узнал только сейчас. Короче, ребята, походу, в обновлении 0.20.0 будет зомби-режим. Да! И мне очень интересно посмотреть, что же это. Как это будет. Ничего не знаю. Единственное, что могу сказать, то, что, ребята, это уже плюс-минус проверенная информация. Потому что очень много группы ВК сбросил эту инфу. То, что у нас замечен разработчик. Эээ... Сыклана Эксельболт в новом режиме под названием Инфекшн. Если мы, ребят, переведём с английского, я думаю, это не тяжело. Это означает заражение. Скорее всего, это будет зомби-режим. И это будет нереально круто. Потому что, ребята, с вас лайкусик, с вас подписочка. Надеюсь, этот режим будет реально крутым. Кто его ждёт, хэштег, жду новый режим. Ну, а прямо, если честно, покажу лучшую реализацию трейлера обновления 0-20-0. Погнали смотреть! Ау! Опа! Это я с утра просыпаюсь так же. Здорово, пацаны! Вы кто такие? Я вас не звал! Ой-ёй-ёй! Приём! С когтем дракона покончено! С когтем дракона! Ногти подстриг или что? Ха-ха-ха! А-а-а! Ты по кому стреляешь, дорогой ты мой? Это моя доля 1 на 1 на 1000 голды! Хэштег НЕБАНА! Почтены, ничего не понятно, но выглядит прикольно. О, новая карта Греция! Карта Греция! Обалдеть! Да ты шо? Санечка сливаешь? Ля, пацаны, как же это круто! Я уже потёк! Вау! Прикиньте, это же всё делалось с нуля! Ну, конечно, немного кривато, но всё, он круто! Ну, а прямо сейчас я вам хочу показать самую крутую реализацию обновления 0.20. Просто посмотрите на всё это! Возможно, вы уже видели это видео, но, ребята, насколько же это удобно! Посмотрите на этот инвентарь! Это же идеально! Почему нету фильтра? Почему? Я хочу сделать фильтр по редкости, хочу сделать фильтр по цене, хочу ещё какой-то фильтр сделать! Почему его нету? Класс! Я хочу это! Я просто хочу! Прожмите лайк за это! Вы понимаете, можете выбрать фильтр только ножи, и в вашей инвентаре вы будете видеть только ножи! Как же это удобно! Кстати, да, обрати внимание на этот керамбит, да? Прямо-прямо вообще вахханфетка! О, ася! Ребят, лайк, подписка за это! Так, ну что же, давайте посмотрим на рыночек! Рыночек тоже изменён, и это гораздо красивее, чем тот рынок, какой сейчас! Единственное, что бы я понял, я бы сделал бы вот просто саму юайку немножко светлее! И всё! А так тут, ребята, всё просто идеально! И вы посмотрите, что я вижу! Вы посмотрите, что я вижу! Это же M4 Evil! Что понимали, M4 Evil это самая старая М, которую разработчики удалили больше трёх лет назад! И, если честно, я не против, чтобы его добавили обратно! Кстати, да, посмотрите! В фильтрах добавили название скина! Это было бы ещё проще! Просто хочешь, пишешь M4, ну, в принципе, и всё! Это было бы очень классно! Или ты можешь написать ID, например, ID кента, и купить именно мой скин! Вау! Вау! И ещё раз вау! Как же это классно! То есть, просто вписываете ID, и вы видите скины определённого игрока на рынке! И вы могли бы, например, находить так мои скины и покупать! Ну, если бы, конечно, вы хотели бы! Вау! Как же это было бы удобно! Разработчики, пожалуйста, введите эту! Также, ребята, мы видим раздел киберспорт, в котором вы можете сделать ставку, кто победит! Конечно же, всё, мы это осуждаем, ребята! Мы против всяких вот этих ставочек и так далее! Мы против этого, YouTube! Пожалуйста, дай мне рекомендованное на видео! Ну что же, смотрим дальше раздел настройки! То есть, вы можете включить тёмную тему в меню! Например, если, ребята, играете ночью, и чтобы мама не видела, укрылись одеялом, включили тёмную тему, и шпили величики бомбони! Погнали играть! О, а это обновлённый интерфейс! Ну, кстати, кстати, вроде бы всё точно так же, как было и раньше! Единственное, что добавили, часто играемая карта! То есть, просто чтобы показывала, какая карта у вас любимая! Ну, кстати, да! О, ещё есть раздел репутации! Ё-моё, это что такое? Ааа, репутация! То есть, если вы хорошо отыграли в ММ, вас могут похвалить, и у вас будет хорошая репутация от игроков, и, значит, все будут хотеть с вами играть! Вау! Блин! 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 Вы понимаете, насколько же это было бы удобно! Вот, если бы я видел, что сразу у игрока плохая репутация, я бы сразу кикал! Ну, а прямо сейчас я вам покажу просто нечто! Нечто очень необычное! Вы нажимаете кнопочку «Играть», и перед тем, как играть в закладочку бомбочки с рандомными тиммейтами, вы можете выбрать, какой у вас уровень навыков! Ну, я уверен, что каждый будет выбирать профессионал, и в итоге начинающий игроков просто-напросто не будет, потому что, ну, никто, ну, никто не скажет, что я, типа, я начинающий, да нет, да я профессионал, я крутой игрок! Или есть раздел «Опытный», «Опытный» — это что-то среднее! Ну, и, например, если вы выбираете раздел «Новичок», то вам сразу советуется «Посмотри обучающее видео перед тем, как играть!» Понял, принял, дорогой ты мой! Посмотрим, посмотрим! Ну, что, ребята, смотрим, что у нас ещё есть? Можно выбирать карту, ребята, карту! Сейчас-то как выберите карту в закладочке? Никак! А вот тут-то можно, понимаете? Я считаю, это было бы очень-очень полезно! Ага, а тут мы, ребята, видим реализацию кастомного лобби! Ну, кстати, тоже прикольно! Мне вот это кастомное лобби нравится больше, чем то кастомное лобби, что сейчас! Оно более простое, как-то, ну, нет миллиарда настроений! Как ты и не путаешься, и идеально! Новая карта! Олд 100! Что-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Ну, а прямо сейчас, ребята, мы видим ещё одну очень прикольную фичу! Промик для розыгрыша доступен! Что же это такое, вы мне спросите, ребят! Если честно, я не знаю! Давайте посмотрим! Так, нажимаем «Разыграть» на лобочку! Ага, то есть можно разыграть для подписчиков! Разыгрываем! И что видим? В качестве призовного конкурса выступают три ножичка! «Скорпион», «Холидейфрост» и «Сиэй»! Также можно получить конной пользы за поиск пасхалок! Подробности в описании! Короче, ребят, я вам скажу так! Хотите на халяву промокодик, да? Прямо сейчас жду всех в моём телеграм-канале! Потому что именно там, ребята, будет прямо сейчас розыгрыш! На рабочие перчатки! Поэтому, пацаны, вам всем большое спасибо за просмотр данного ролика! Обязательно лайкусик! Не забудьте подписаться! Напишите в комментариях, что же вы ждёте больше всего! Напишите любой хороший комментарий! И жду всех в моём телеграмщике! Там будут промики! Всем удачи! Всем пока!